То есть здесь более сложная рама, состоящая из сварных труб, механизм навески, привода, сзади мини-трактор от вала-отборомощности, сзади и справа. И вот вариант 3D-модели этой косилки, уже в сборе, который в последующем будет навешиваться на мини-трактор, который уже вы видели, был выполнен студентами ранее. Дальше, следующий вариант косилки, однобрусная, которая навешивается на мини-трактор сбоку, между передними и задними колесами, как видите. Здесь рама облегченная, более простая, механизм привода, вот цепной, однобрусная косилка. И затем придется сборка этих деталей и узлов полностью в модель этой косилки. Вариант номер 2. 3D-модель косилки. Аналогично. Выполняется 3D-модель деталей и узлов к раплям. 3D-модели деталей и узлов к раплям. Вот показаны пальцы, эти колес корабли, рама сворочной конструкции по элементам, разложенная, выполненная, навесное устройство и навесное устройство с рецептным устройством. И затем собранная 3D-модель кораблей. Далее полокуша отдельно изготавливается 3D-моделей. Значит, нижней части, фронтальной части, боковин из труб. Ну и опорные лыжи, полные поверхности, которые вот приведены крышным цветом. Дальше собранная 3D-модель корабла куши. Сборы для навешивания на мини-трактор уже фронтально спереди. Рассмотрим уже модель машины, моделирование машины с трактором, мини-трактором, вот этих, которые мы рассмотрели ранее. Итак, фронтальное навешивание и 3D-модель мини-трактора с волокушей. Трактор был рассмотрен ранее, а волокуша перед этим. Навешивание на передней подвеске. Дальше, на этом слайде представлена 3D-модель мини-трактора с косилкой, которая навешивается между передними и задними колесами. То есть, облегченный вариант навешивания этой косилки на мини-тракторе. И вариант номер два, когда навешивается косилка сзади мини-трактору, более сложная конструкция механизма навешивания этой косилки. Одно-брусной. Да. Дальше. Приведена модель мини-трактора с кораблями, которые выполнены 3D-модели кораблей, радио и мини-трактор сзади, за трактором. Вот таким образом мы с вами рассмотрели варианты укомплектования малогабаритного трактора с навешиваемыми машинами. Это волокуша спереди, косилка в двух вариантах и сзади грабли. Ну и, так сказать, уже используя вот эти варианты комплектования машин к мини-трактору, значит, студенты предложили один из вариантов комплектования комбинированного агрегата с этими машинами. Вот на этом слайде показано вариант 3D-модели комбинированного агрегата, когда к мини-трактору спереди навешивается волокуша. Справа, между передними и задними колесами, навешивается косилка и сзади грабли. Ну, так сказать, достаточно интересное предложение, которого еще нет в производстве. Как один из вариантов код работы по 3D-моделированию. Ну, дальше мы рассмотрим еще один вариант 3D-моделирования комбинированного агрегата, который применяется для обработки почвы. Итак, еще один вариант рассматриваем. Итак, начинав опять же с библиотеки узлов к 3D-модели комбинированного почвообрабатывающего агрегата с несением удобрений. Значит, зеленым цветом отмечен бункер с распределителем, рама красным цветом, дальше почвообрабатывающие S-образные зубья и граблины, механизм привода, ну и каток. Ну, что 3D-модели этих агрегатов и узлов, вот представлена модель культиватора. Красным цветом рама, универсальная, на которой крепятся S-образные зубья в передней части, дальше каток, за катком краплины. Дальше, если идти по усложнению, к культиватору спереди навешивается ящик для несения удобрений с механизмом несения, то есть с катушечным высевающим парадом и механизмом привода от заднего капука через цепную передачу. Далее, представлена модель мини-трактора с культиватором, то есть с машинами для поверхностной обработки почвы, которая представлена ранее. А теперь уже смоделирована в агрегате собранность мини-трактора. Ну и дальше, по цепочке усложнения, это модель, 3D-модель мини-трактора с культивированным большим падающим агрегатом. Мини-трактор спереди, ну и сзади культиватор, на которой крепится секция для несения, то есть для хранения, если не удобрений, поверхностным способом. Последующим заделкой, вот эти агрегатом, больше обрабатывающим. Значит, одной из работ студентов в настоящее время, это является моделирование малоговоротных машин на универсальной сцепке, которая навешивается сзади мини-трактора. Итак, на универсальной раме, которая стоит из поперечных и продольных бруссел с проточной навеской, может, навешивается бороны. Показана 3D-модель сцепки барон. Вариант номер один, когда бороны расположены только сзади. А также студенты пригласили вариант сцепки барон, когда не только сзади, но и по бокам мини-трактора могут навешиваться с помощью вот такой небольшой навески. Справа и слева и сзади. Дальше. То же самое, как этой универсальной навески сзади трактора, может комплектоваться, вот, примерно, как и ранее рассматриваясь. Модель большого вратующего катка состоящая из S-образных большого вратующих зубьев, катка и храплин сзади. Несколько другой же вариант. Вот большого вратующего катка и храплин, который мы рассматривали ранее. Дальше. Дальше. На этот большого вратующий агрегат навешивается, значит, сверху бункер небольшой, а снизу бункера распределитель удобрения шнекова типа с приводом от опорно-приводных катков и чрезвременную передачу. То есть, несколько другой вариант, который рассматривался ранее. Далее. В универсальной навеске могут крепиться сменные рабочие органы. Вот, в частности, на этом слайде представлены опушники. Три ряда опушников, которые могут обрабатывать два ряда посадок картофеля. Как нарезать борозды, так и последующим обрабатывать анти-междурядья. Кроме этого, опять же, на универсальную раму сменные рабочие органы можно использовать. Приведен вот бункер сверху и распределитель шнековой удобрений для поверхностного несения большего с приводом от катков. Дальше, на эту же раму сменный рабочий орган в виде картофель-сажалки в бункер. Вот, сверху дальше элеваторный высаживающий аппарат со штыком и заделывающий дисками двумя опорно-приводными катками. Значит, кроме этого, выполнена модель, 3D-модель опрыскивателя. 3D-модель опрыскивателя. Итак, если подводить итог, значит, вот мы с вами рассмотрели 3D-модели машин, прицепно-прицепных машин, которые могут, значит, использоваться в эрегате с мини-тракторами, которые раньше рассматривались как экспериментальные разработки. Поэтому, если дальше рассматривать, то мы с вами посмотрим сейчас модели агрегатов этих машин, которые смоделированы в эрегате с мини-трактором. Итак, модель мини-трактора с окушником, с универсальной рамой. Дальше. Модель мини-трактора, 3D-модель мини-трактора со сцепкой барон, расположенной сзади, вариант номер один. И дальше рассмотрим вот вариант 3D-модели мини-трактора со сцепкой барон, вариант номер два. Когда, видите, барон располагается не только сзади, но и по бокам фронтально занимает достаточно значительную ширину захвата. А также модель мини-трактора, 3D-модель мини-трактора с большеводовщим агрегатом простым, без несения удобрений. И модель мини-трактора с комбинируем большеводовщим агрегатом с несением удобрений. Тот, который рассмотрен был ранее. Далее. Далее. Модель мини-трактора с элеваторной картофелем с жалкой. Нарядной, который используется для рядовой посадки картофеля в один рядок. Еще раз напоминаю, мини-трактор с элеваторной картофелем с жалкой. Дальше. Представлена на этом слайде модель мини-трактора с агрегатом с малогабаритным, малобъемным. Штанговым, который прицепляется сзади. И далее. Представлена модель мини-трактора с агрегатом для несения удобрений. Когда сзади располагается еще раз напоминаю, универсальная рама, пункер сверху, а внизу распределитель удобрений шнекового типа с приводом от опорно-приводных колес. Через временную передачу. Ну и еще один вариант. 3D модели мини-трактора с картофелем с жалкой. Опять же, сменный рабочий орган. Картофелем с жалкой на универсальной раме. Тоже комплектуется на универсальной раме и располагается сзади. Итак, мы с вами в этой части заключительно рассмотрели 3D модели простых машин, мини-трактора, сложных в агрегате с трактора и комбинированных машин. Авторами этих моделей, 3D моделей агрегатов, благоприятных машин, являются студенты первого и второго курса нашего университета, которые закончили колледжи до этого и обучаются по ускоренной программе, сокращенной программе, по специальности техническое обеспечение сельскохозяйственного производства. Эти студенты имеют достаточно хорошее знание по своей специальности. Для того, чтобы смоделировать какую-то машину или агрегат, необходимо знать, как она устроена. Поэтому они, вот эти студенты после окончания колледжа, уже знают устройство этих машин и легче им в этом вопросе. Кроме этого, недостаточно знаний по специальности, поэтому на первом и втором курсе они осваивают дисциплину начертательная и метро, инженерная и компьютерная графика. То есть, очертание знаний по специальности и знания инженерной и компьютерной графики, в которых при выполнении заданий, которые пользуются графическим редактором HomePast 3D, возможно выполнение 3D-моделей различных благоприятных агрегатов и машин. Итак, таким образом мы с вами рассмотрели благоприятную технику для мелкотоварного производства, которая выпускается в Республике Беларусь, экспериментальные, некоторые экспериментальные разработки и 3D-моделей машин экспериментальных, которые выполнены студентами нашего университета. У меня все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Не могу, не разбираюсь. Раз, два, три. Меня слышно? Слышно? Теперь слышно. Скажите, пожалуйста, купить мини-трактор белорусский в Нижнем Новгороде по цене, которая была бы адекватна, возможно или нет? Спасибо. Значит, цена мини-тракторов колеблется в пересчете на УЕ где-то порядка 20 тысяч долларов. Если эти трактора... В Нижнем Новгороде, у нас недели нет, нам неизвестно. Но цена на мини-трактор не такая уж и маленькая, но не такая уж и большая. Эти мини-трактора представлены большой линейкой трактор МГЗ-спустимых, начиная от МИГ-02 до большого класса этих сил. А если они у вас в России, то ваши вопросы не будут точно ответить. Но ценник для вас есть. То есть цена бюджетной машины. Бюджетной машины. 5-6 тысяч долларов. Спасибо. Еще вопрос. Николин Александрович Владимирович, скажите, пожалуйста, вы рассказывали про разработку роторной картофелесажалки вашего вуза. А проводились ли испытания по повреждению клубней такой сажалки? Значит, роторная картофелесажалка использовалась посадкой ротфеля в одном из колледжей Республики Беларусь. Значит, испытания по повреждению клубней не проводились. Но она успешно работала на лонференском хозяйстве и в одном из колледжей. Вы, соответственно, подготовлены. Заял, что-то подфига и есть по опубликованной статье научной работы студентов по этому вопросу. Спасибо. Еще вопрос можно, Александр Анатольевич? Позвольте. Я знаю. По существу лекции, по проектируем. По существу, да. Еще вопрос, позвольте. Вот эти полезные модели планируются ли патентования, внедрения в производство и так далее вашим вузам? Спасибо. Значит, как вы видели из некоторых слайдов технику, которая работала прямо в поле на участках. То есть, эта техника экспериментально изготовлена в единичном экземпляре и работает на территории малых фермерских хозяйств или усаденных участков украины. А массовое производство эти экспериментальные образцы еще не получили. Я еще раз напоминаю, что систем машин для мелкотоварного производства в спыке нету, поэтому используются экспериментальные образцы. И те, которые в первой части лекции были приведены машины, это техника, которая выпускается заводами. Первая часть лекции, они приятны в Чинестаде, экспериментальные образцы видников в зонтаре. Попас есть? Большое спасибо за лекцию, вопросов больше нет. Спасибо и вам! Всего доброго! Всего доброго! До свидания!